Здравствуйте! В эфире ОТВ, программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Несколько лет в Зменигороде работает общественная организация «Всем добра». Сейчас ее представители присоединились к региональному проекту «Мы вместе». Как создавался Центр поддержки семьи, материнства и детства и с какой целью, сегодня расскажет его руководитель Елена Михайловна Ташматова. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена Михайловна, когда создавался Центр? Несколько лет назад это сколько? В 2016 году мы встретились, так сошлись звезды, что несколько многодетных мам. И у каждой у нас тоже свои особенные дети, либо СОВЗ, либо детки-инвалиды. И вот мы решили создать такой Центр, где мы могли бы оказывать какую-то помощь и поддержку для семей многодетных, с детьми-инвалидами, одиноким родителям, которых мы могли бы поддержать тоже. А вот сколько было многодетных мам и какого масштаба изначально планировался Центр? Вот для поддержки друг друга или для более, может быть, широкого круга? Ну, сначала, конечно, мы для поддержки друг друга собрались. У нас инициативных таких мам было 5 человек. У нас еще, ну, как бы вы знаете, это Алена Бабакина, Наталья Шмелева, Любовь Погончикова. И у нас есть замечательный центр «Удивительный жираф». Руководитель его тоже многодетная мама Регина, у нее трое деток. И она тоже поддержала эту инициативу и всячески нам помогала. Мы организовали фестиваль «Всем добра». Это был конец августа. Вот как-то начали с такого большого мероприятия. Провели вот этот праздник большой и решили, что нужно как-то вот сплотиться, сделать какой-то центр, площадку, где могли бы собираться вот такие семьи и оказывать друг другу помощь и поддержку. А какую изначально помощь планировали оказывать? Адресную, вот какую-то психолого-педагогическую? Адресную помощь и психолого-педагогическую тоже, да, какая-то вот даже моральная поддержка. На территории Звенигорода именно с детками-инвалидами вот семьи, как-то каждый сам по себе был. Помню, проходил праздник 1 июня, День защиты детей. И на этом празднике я практически не увидела вот семей с детьми-инвалидами. Думаю, ну как же вот все сидят по домам, нужно как-то вот нам всем собраться, чтобы мы друг друга знали, чтобы организовывать какие-то мероприятия. Ну и плюс информационная поддержка тоже очень важна, потому что вот даже на данный момент к нам присоединяются семьи, которые только-только вступают вот на этот путь. Кому-то только поставили диагноз, кто-то вот оформляет инвалидность, и очень много вопросов возникает. То есть у нас есть чаты, где мы все родители общаемся, даем друг другу какую-то информацию по докторам, по вот какие справочки там нужно, куда пойти, куда обратиться. То есть таких родителей мы сразу подхватываем и все дружно. Уже у нас там больше 60 семей, и мы все дружно как-то вот информируем и поддерживаем. Моральная поддержка тоже очень важна. А с какими сложностями в первую очередь сталкиваются родители, родители, у которых дети, да, с особенностями? Это какие-то бюрократические проблемы, психологические проблемы? Скорее психологические и моральные. Вот моральные. Принять? Принять, да. Подавленность сразу, как жизнь совсем по-другому, как мы будем дальше развиваться, что делать, куда идти, как учиться, это тоже не очень важно, сады, школы. То есть все-все-все, это вот такая сложная принять. И вот двигаться как-то дальше в нужном направлении. Вот здесь как бы мы уже за почти 5 лет все вместе, и мы уже даем вот такую информацию и поддержку уже четко, что вот самое главное, естественно, это поддержка моральная и психологическая, что все будет хорошо. Ну, как бы это дети тоже. Мамы всегда поймут друг друга. Да, мамы всегда поймут друг друга. Вот. И что есть куда двигаться, на все вопросы как бы будут ответы. Плюс наша организация еще входит в большую ассоциацию Подмосковья. Это Ордип. Вот это. И там мы тоже знаем все друг друга, родители, очень общаемся хорошо. И оттуда идет как-то и морально, и психологически, и плюс поддержка уже именно вот на уровне администрации. Начинался центр с пяти семей, которые объединились. Сейчас сколько подопечных у центра? Ну, сейчас у нас больше четырехсот семей. Это только из Венигорода? Нет. К нам многие. Вот мы никому не отказываем. К нам обращаются многие из Каринского, и Савинская Слобода, и такие близлежащие Ершова. То есть все-все-все. Вообще мы стараемся никому не отказать. Как бы всех принимаем. И адресную помощь оказать. И такую вот поддержку даже в чате информационную. Получить. Ну, и физическую тоже, если где-то кому-то какая-то нужна помощь. Сейчас очень сложно, да, тоже людям. Мы стараемся тоже поддержать как-то и продуктами питания, и вещами. У нас есть чат комиссионка. То есть там обмениваемся вещами и какой-то вот помощью. Так что, в общем, со всех сфер стараемся, чтобы всех поддерживать. А вот эту помощь оказываете за счет личных средств? Или есть какие-то помощники, которые поддерживают финансово? Ну, изначально мы вообще начинали, конечно, все это личные средства, да, сами. Потом потихонечку вот выходили на премию губернатора тоже. Наш центр уже не первый год ее выигрывает. И вот небольшие средства, премии, которые были, они шли, конечно, на центр в основном и на помощь семьям. Ну, и сейчас тоже обращаются практически каждый день. То есть мы вот даже в соцсетях показываем такие какие-то крупные, большие мероприятия, которые мы проводим праздники, где-то принимаем участие. А адресная помощь, которая ежедневно проходит и затрагивает лично каждого из нас, даже вот как руководителей центра, естественно, это все остается за кадром. Ну, помощь практически ежедневная. Ну, к сожалению, нередко люди пользуются, да, добротой других и просят о помощи, хотя на самом деле она им не нужна. Вы сталкивались ли вы вот с таким? И как вы понимаете, действительно помощь нужна или человек может сам справиться? Или может быть у него вообще даже ситуации такой в жизни нет, о которой он рассказывает? Ну, очень редко как бы обращаются, которым не нужна помощь. Мы взаимодействуем с нашей администрацией, с органами соцзащиты. Информацию получаем о семье, которая к нам обратилась, и выясняем, насколько действительно там нужно помочь. То есть если такая необходимость есть, а так, как правило, вообще это видно. Приходишь, общаешься с человеком и понимаешь, что действительно нужна помощь, какая-то поддержка. Наверное, как мама, которая в теме, вы можете задать те вопросы, ответы на которые сразу все прояснилось. Естественно, да. Которые сразу проясняются. И потом, может быть, это временная даже какая-то помощь бывает. Там муж потерял заработок или мама одна находится тоже. Вот сейчас у нее там маленькие детки. Вот временно ей нужно, пока она там оформит какие-то пособия. Но это опять-то все через соцзащиту. Они нам все подсказывают, да. Сейчас там в процессе оформления документы. Нужно немножко поддержать. И мы вот как бы подхватываем, да, каждого. Примерно год назад у центра появилось свое помещение. Расширился ли его функционал от этого? Да, мы очень благодарны Андрею Робертовичу, что они нам предоставили это помещение. Этого помещения у вас вообще не было, правильно понимаю? Не было. У нас, нам выделяли старую библиотеку на посаде, где раз в неделю мы собирались. Там с детьми проводили мастер-классы, репетиции, какое-то общение вообще между родителями происходило. А сейчас вот в данном помещении мы сделали ремонт на собственные средства. И планировали, уже нашли педагогов, хотели вот как бы запустить уже все. Планировали и кружки, и работу, и занятия с детками. Ну вот в нашу жизнь рвалась пандемия. И в этот год наше помещение работает как штаб волонтеров Звенигорода, где мы оказываем помощь. Вы присоединились к региональному движению «Мы вместе». Почему приняли такое решение? Ведь, в общем-то, у вас и своей работы более чем достаточно. Ну, наверное, все переквалифицировались в этот момент. Это вот как раз февраль-март. И все поняли, что нужно как-то поддерживать друг друга, потому что очень такая тяжелая ситуация возникла у многих семей. И даже и у наших подопечных, и включая и нас самих тоже. Лично вот моя семья столкнулась с такой проблемой, что закрыли предприятие, и муж остался на два месяца без работы. То есть и таких было очень много семей. Именно в первой волну пандемии мы поняли, что на собственном даже примере, что нужна какая-то поддержка. Нужно как-то помогать, иначе совсем будет сложно людям. И чисто психологически люди были подавлены, очень многие. Кто-то приехал сюда на заработки. Мы старались охватить тоже и категории таких людей, и семей, мигранты. Потому что им неоткуда было совершенно получать вот эту помощь, поддержку. На учете в соцзащите они никак не стоят. Уехать домой они никак не могли, потому что границы все были закрыты. Работы, естественно, все встали. То есть два месяца буквально мы, можно сказать, их ежедневно кормили, чтобы им просто как-то пропитаться. Ну и также вы оказывали помощь пациентам, в частности 45-й больнице. Я так понимаю, Никольского подразделения. Да, сейчас тоже. И мы по сей день оказываем эту помощь. Возникла такая идея. Акция «Ты не один». Пациенты 45-й больницы, которые находятся на территории Звенигорода, которые родственники чьи заболели, попали в данный стационар. Никольская сейчас тоже присоединилась, потому что больше людей болеет. И патриот даже мы уже берем, обращаются, расширяются. Мы пытаемся объяснить, что это от нас далеко. Как людям не помочь? Приходится ехать полтора часа туда, полтора обратно. Буквально недавно на той неделе мы тоже возили. Либо родственники также болеют, находятся на карантине. Никак они не могут выйти, передать вещи нужные, что-то покушать. Либо находятся слишком далеко. Это Москва, Калуга к нам обращались, Санкт-Петербург, Нарафаминск. Ну, то есть разные города, которые сейчас закидывают, конечно, где есть место, туда и везут. И мы как-то стараемся, мне по необходимости, кому-то там фрукты, овощи, соки какие-то, кому что нужно. Даже лекарственные какие-то личные препараты передать, воды. И хотя вода предоставляются, но у кого-то вот там объем нужны, вот бабушке там маленькие бутылочки, пусть 6 штук, но они вот должны быть маленькие. Вот у каждого свои приоритеты. Памперсы часто просят передать для тех, кто вот лежачие, больные. Мы все это закупаем и передаем вот на охрану, да. У всех, кто работал вперед и продолжает работать вперед пандемии, обычно две мысли. Конечно, страшно заразиться, еще страшнее заразить кого-нибудь из своих близких. Вот как вы с этими двумя чувствами боролись? Наверное, не хватает времени даже думать об этом. То есть вот в первый поток, когда пандемия случилась, это март, апрель, май, просто работали и даже вообще не задумывались. Ну, мы, естественно, соблюдали все меры предосторожности, маски, перчатки. И думать там, что именно ты заразишься, как-то вот, ну, не было таких мыслей даже. Не хватало времени, наверное, на это. Вот, ну, сейчас, как бы, вот меня это прихватило, да, тоже досталось. Видимо, вот я все грешила тоже, что Никольскую больницу, когда возила, там под ковид же тоже переделана. Нам там пришлось именно не с улицы передавать передачу, а внутри. Вот я ждала какое-то время, может быть, там. Конечно, мы все люди, никто от этого не застрахован. Ну, думаешь прежде всего о помощи, что нужно ее оказать, а потом уже о себе. Мне кажется, у волонтеров нередко случается выгорание, да, потому что очень сложно все эти истории через себя не пропускать. Очень сложно. Вы не только волонтер, вы еще мама восьмерых детей, у которой дома своих забот хватает. Вот как вы сохраняете бодрость духа? На самом деле, вообще все эти истории, вот личные, очень тяжело через себя пропускать. И там несколько дней думаешь об этом, а может быть, даже и не дней, потому что сталкиваешься с тем, что родственники умирают даже в той же больнице, когда вот держишь связь с ними, к которым ты передавал передачу. Были такие у нас, да, ситуации, вот тоже очень тяжело, мы все очень переживали. Были ситуации, когда приходили, вот женщина приходила, она сама тоже была приезжая из Украины, не могла уехать, это в первый период. Вот плакала, рыдала, мне стыдно, вот попросить помощи какой-то получить, но я сейчас вот без работы, все закрылось, уехать не могу. Вот тоже все это очень тяжело. Поддерживаем, что пока мы здесь, вот вы теперь знаете, где мы находимся. Если у вас закончатся продукты, вы можете нам позвонить. Вот как только все это вот закончится, откроются границы, вы сможете спокойно уехать либо к родным, либо начать работать. Мы здесь, мы никуда не деваемся, поэтому вы можете на нас рассчитывать. Вот, то есть, такими словами, как-то стараемся, да, поддерживать. Но вообще, на самом деле, очень тяжело. И плачем вместе с ними, и все это вот, когда уходят люди, родных, близких теряют, тоже очень сложно все это через себя пропускать. Ну, никуда от этого не деться. Дети отвлекают, да. На самом деле, когда приходишь домой, свои вот эти заботы, бытовые, школа, уроки, какие-то вот положительные эмоции, дети очень отвлекают. И это, наоборот, замечательно, что у нас столько много детей. Все мы многодетные мамы, вот, которые как раз актив наш у всех. У нас деток много и забот много, и это очень серьезно отвлекает. Даром говоря, счастье в мелочах. Да, счастье в мелочах. Которые кажутся повседневной рутиной, на самом деле, счастье, что это все у нас есть. Елена, какие планы у Центра поддержки семьи, детства и материнства на ближайшее время? Мы вот далеких таких планов никогда не строим. У нас, ну, у нас есть акции ежегодные, которые мы проводим постоянно, каждый год, вот, уже на протяжении пяти лет. Это у нас новогодние праздники, помощь ветеранам в праздники, собери ребенка в школу. Ну, то есть, те акции, которые у нас постоянно, вот, уже родители знают. Да, они останутся. Это точно у нас уже в планах, мы даже это никак не обсуждаем. То есть, подходят сроки, мы все организовываем и запускаем. Ну, бывает, что вот, что-то нужно вот провести прямо сейчас. Вот мысли пролетают или поддержать какую-то акцию, или где-то поучаствовать. Это мы, у нас тоже это все не запланировано. Так же, как и адресная помощь. Ты не знаешь, кто к тебе сегодня постучится, вот, кто попросит помощи. Это вот, тоже все на это уходит и время, и какие-то средства обязательно. Потому что, как ты можешь спать спокойно, когда, грубо говоря, твой сосед голодный, да, как можно заснуть. Вот, поэтому мы вот стараемся. Ну, вот такие мы, не знаю. Неравнодушные. Неравнодушные, да. Спасибо вам большое за ваше неравнодушие. Елена, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Спасибо. Спасибо.